здравствуйте это канал максимации мы продолжаем играть gta san andres печально что гиташку мало кто смотрит обидно немножко что просмотре набирают только сосед когда с соседа и новости и обзоры на него а другое нет ну ладно чё 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 про соседа тоже буду часто видосы снимать ногу все-таки гиташку пройти надо обязательно она блин очень интересная короче чё у нас сегодня будет в этой серии цезарь нас пригласил поучаствовать в гонке сейчас то мы этим и займемся войны куда он делся а вот ты где я ждал тебя где ты сейчас прости я не знал когда гонка да да ты просто нарисовался после пяти минут когда бензин палача сразится счет по твоим жилам ты чувствуешь когда должна часа гонка думаю у тебя просто крыша поехала немного и оси джей смотри ты еще не был на наших встречах откуда ты друг я из семьи груз стрит лос антес а вы кто расслабься не на параде нам все равно нужно быть осторожными меня зовут вузиму на меня в друзья просто вузе я си джей карл джонсон слушай у нас проигравший отдает бабки или тачку как победитель захочет заводи мотор мы сейчас начинаем удачи карл джонсон с этим типом что то не так осторожней си джей да конечно конечно гоночка гоночка я не люблю конечно гоночки в кита но блин в сан андре сегонки не такие сложные на самом деле их всего три у нас осталось две вот это еще потом будет гонка сразу же после и оттай короче гоночка вот такая вот по полям здесь у нас надо постараться ни в коем случае не упасть в воду и не перевернуться иначе мы проиграем я едва ли не переворачиваюсь еще раз повторяю говорю совет тем в гонках кто играет в gta в гонке старайтесь ехать достаточно быстро когда надо вырваться вперед после того как вы на первое место становится соблюдать осторожность конечно все равно когда эти это первом месте не не едьте слишком быстро точнее быстро но не слишком осторожность очень важно а то не дай бог куда нибудь врежетесь и вас обгонят обязательно мы будем стараться ехать аккуратно и смотреть на дорогу надо ехать там где показаны так вот здесь будет немного на принципе ничего страшного так сворачиваем внимательно смотрим на дорогу не спешим потому что можно влететь куда-нибудь или перевернуться так далее надо обязательно первое место занять чтобы выиграть я на самом деле извиняюсь но у меня парочку модификации стоит некоторых например автосохранение и возможность сохраняться в любом понравившемся месте это я буду иногда использовать в каких-нибудь таких экстренных сложных местах на сложных каких-нибудь миссиях я не знаю но в принципе я в этом не вижу особо ничего читерского потому что например вот можно сохраниться в том месте где начинается какая-нибудь сложная миссия и чтобы после провала можно было переместиться на сохранении вам вернут все пропавшее оружие но если вы сдохли вам вернут пропавшее оружие можно будет начать миссию в том же месте а не идти куда-нибудь на другой конец карты где миссия начинается я в этом не вижу особо ничего читерского потому что в ремастерной версии гтс на адрес и на мобилках тоже там после если того как если миссия провалена ее можно начать с контрольной точки там открывается меню и написано повторить до нажимаешь повторить и также там после смерти в мобильной версии вас не пропадает все оружие многие говорят что это немножко читерские разработчики так сделали но в принципе я так не считаю потому что в gta 4 в gta 5 после смерти оружие не пропадает мы победили мы победили прекрасно не спешили и спокойно доехали ооо да ты водишь совку сам карл джонс мне никогда не западло проиграть парню который от готов подать себя самого я человек который отвечает за свои слова и действия когда за твоей заднице охотиться полиция приходится быстро учиться слушай нам надо смыться отсюда пока копы не появились им все же таки не нравится наш благородный спорт да да точняк ладно мне пора я знаю что если ты окажешься как санфиро звякни мне думаю мы с тобой провернем пару дел вместе почему бы и нет кажется тут наши подуши приятно было познакомиться вузиму значит китаец еще если слепой видать и прямо же здесь в этом же месте у нас начинается вторая гонка на знаете качу давайте я вам продемонстрирую эту возможность не злитесь на меня на блин я не хочу подумать за нового гонка начинать пункте меню появляется игра сохранить игру и можно вот любом месте сохранить это я не хочу ночь время суток меняется тоже в это время ладно так сойдет планы погнали вторая гонка это кладжи ну что еще ох ты свинья вот ты где очень опять не так ты сделал вот ты где все это время было вот как ты оплачиваешь мне за нежность моего очертания машины привлекаетесь сильнее чем очертания женщины сушка то ли ты сама понимаешь что прекратила этот бизнес не помнишь что да что ж ты за мужик ты такой а когда я говорю просто бизнес значит я тебя люблю а когда я говорю что ты мне больше не нужен значит я соскучиваюсь по тебе а когда я говорю что соскучиваюсь эй 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 оставь мою машину то покой а это тебя и меня нет разве до поздно я больше тебя не люблю я люблю другого что какого фига тогда это все я не могу держать страсти в себе им нужен выход а это был хороший выход все равно что ударе человека горячий сковородка а это карл мой новый парень клод ревнуешь будешь драться за меня да не я приму отставку ты ревнивый трус давайте погоняем немножко вот двинутая модафака клод это главный герой гта 3 помните но там на бабы на крышах стоят это гонка так это та же самая гонка просто в обратную сторону просто ну в общем поняли трасса такая же просто в другую сторону познаете мне че еще кстати не нравится немного несправедливо я считаю то что вот если мы например упадем в воду мы проиграем нас здесь квалифицируют а если кто-нибудь из соперников упадет в воду или там перевернется он возродится и что это вообще не так давайте срежем дорогу так вот здесь надо не проморгать поворот вот я часто здесь могу проморгать проворот поворот я помню много раз то проходил и часто я пропускал этот поворот пришлось разворачиваться так все мы первые стараемся ехать осторожно и не желательно не наткнуться ни на какое препятствие будем ехать быстро но не слишком так мостик так вот здесь надо ехать смотреть куда ехать чтобы не заблудиться я тут заблуждался иногда а поворачивать себя так 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 ладно совсем недалеко осталось главное не перевернуться ни в коем случае в воду не упасть мне кстати кажется что на андроиде или на айосе мобильной версии немного посложнее гонках может быть мне так кажется но мне почему-то сложнее было на андроиде играть гонки проходить сейчас я что-то с первого раза я смотрю что прохожу так 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 желательно еще стараться кстати говоря не смотреть назад где там где-то ваши соперники вообще не важно мы можете посмотреть назад и врезаться куда-нибудь и вас тогда могут обогнать не вообще не важно мы опять победили и какое сохранение нам не понадобилось ну что я победил да так нечестно у тебя преимущество было быть хорошим водителем не значит иметь преимущество возомнился умником а на самом деле нифига ты не понимаешь он не только тут за тобой гонялся удовлетворял меня очень сильно что-то на это скажешь преимущество виде рычага переключателя передателя я вообще пофигу бабло или тачка на вот держи прощай мистер джонсон я помните по тебе скучать не буду ней мода пока это что такое документы на гараж в сан-фьерро моему любовнику нужна . чтобы мы могли приехать либо сели либерти сиди а вообще пофигу скатертью вам дорога да уж ну и ладно окей проваливайте не вспомню про давай до свидания мода пока серьезно не любила она никогда его если злиться значит она меня любит тоже мне и как я должен это знать ну что случилось карл едут прихватил маленькую чмок чмок за который догонялся будь поосторожнее люди ведь нас слышат мне принадлежит небольшой зеленой деревне на холмах может я тебя не знаю не телефоны хулиган а это мистер правда науки так карта у нас где довольно далековато вроде бы она находится сейчас посмотрим так доехать далековато эту поездку я тоже обрежу ух наконец-то доехали че так далеко располагается а жесть какая-то нафиг блин а вот каталина клода то этого предаст потом спустя девять лет короче мистер правда у нас здесь мир тебе странник меня есть все что тебе нужно там в космобазе но спасибо дружище вот капуста тебе о кармический круг замыкается все идет по плану возвращается к истокам блин у тебя там целые тонны травы блин что это за звук это вертолет контролях ты долбанная крыса кишка танка у тебя я не вешай на меня это ты ведь стэнпе не работаешь что это это что такое спокойствие братан паника верный путь плохой карме чувак надо спалить эти поля надеюсь когда-нибудь простит нас уничтожить коноплю ну нахрена ты выращивал то ее надо поэкономнее к этой фигне относиться да эти штуки аж лопаются ну жизнь гори ясно а 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 значит надо за четыре минуты это все сжечь не так-то это будет просто но надеюсь мы сможем гори гори давай быстрее да у у си джей перед носом вонь такая падит нам вообще вот я реально прямо честно говоря знаете чувствую запах горела прямо отсюда такое так вот прям ощущается от все от всей этой темноты блин ой 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 а чё с погодой то погода так-то погода как это пасмурная какая-то пасмурная 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 аж стала это от задымления что ли Чёрная погода серая вообще стала. Вот, право, радикальные у козлы. Нет, я просто вырублюсь от этой вони сейчас, наверное. Тарелл, мы возьмём космобазу и свалим отсюда. Давай, заводи её. Я последую за тобой, когда подожгут всё. Да, у нас мало этой штуки совсем осталось. Надо поэкономнее использовать. Будем по чуть-чуть. Так, всё, больше тут нет. Ну же, гори! Ух, ночь наступает. Ночь мне не нравится. Всё. Это всё отлично. Всё. Но вертолёт тут всё ещё в воздухе. Нас на хвосте вертушка, нам от него не оторваться. Погоди-ка, у меня тут кое-что есть на чёрный денёк. О, господи, откуда у тебя, я в капусте нашёлся. Жаль, я хотел эту штуку в лампу переделать. Промазал. Гараж в Сан-Фьерро. Мы едем в Сан-Фьерро. О, это же офигенно. Так, по какой дороге лучше ехать? Так, надо свернуть. Из этой поляны выезжаем, поворачиваем вправо и едем вправо. Потом будет поворот направо, поворачиваем вправо. Окей, я всё понял. Зачем остановиться? Ты поведёшь. Я уже 15 лет за руль не садился. Всё же нормально было. Да, но потом страх пришёл. Я забиваю косячки, чтобы волны утихомирить. Надо позвонить Цезарю. Цезарь, некогда трепаться. Мы едем в Сан-Фьерро. Приходите с Кэндл в гараж, который я выиграл на гонках. Ой, ещё и ливень. Не перевернуться бы тут. Хочешь думать? Газ, шиша. Коктейли с непальской мангомангой. Затуши эту фигню, я ничего не вижу даже. Да расслабься. Потуши. Остынь, остынь. Во-первых, ты реальный зануда, амиго. Во-вторых, я никогда не занимался любовью. В-третьих, вместе погрызи в этом дерьме. Успокойся. Извини, я под кайфом стараюсь тут ехать. Эта штука может побыстрее ехать? У нас три тонны травы ещё. Движок держится на гамаке. 15-летняя выдержка. А ты стрелять умеешь? Стрелять? Я же хиппи. Ну хотя кислотой. Блин, не туда пойму. Вот попали. Это... Нафига тут вся эта фольга, а? Ой, 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 нельзя переворачиваться. Читайте сами, что там написано внизу. А то я должен на дорогу смотреть, потому что на этой космобазе перевернулся очень легко. Вот, добро пожаловать в Сан-Фьерро. Весьма депрессивный город с тёмной изнаночкой. Ни разу здесь не было. Нет, на свете лучше места, чем прятаться от человечества. Ладно, мистер Сан-Фьерро, куда же мы едем? В Дуэрте, в восточную часть Сан-Фьерро. Режда Гарсии и Бухты Пасхи. Да мы доехали почти вон там уже. Мы на месте. Кажется, тебе свинью подсунули. Да, уж похоже на то. Сохранимся, потому что мне ночь вообще сейчас не нужна. Вот, пожалуйста, Сан-Фьерро. Город со своей тёмной изнаночкой. Серенький городок. Интересный. Давайте заглянем. Алло. Цезарь, как оно? У меня есть информация о Кокси Биг Смоук. Как говорят, каждый понедельник и пятница денежки отправляются из Лос-Ан-Фьерро. Потом каждую среду и субботу курьер везёт Таркату обратно в Смоук. Ладно, я позабочусь о них. Посмотрим, удастся ли мне им вечеринку испортить. Только как-нибудь в другой раз. А сейчас я должен заглянуть в свой гараж. Ооо, господи. Вот гадюга, а. Дала мне какую-то фигадю вместо тачки. Я такой, наверное, дебил во всём мире. Не переживай, братан. Мы, по крайней мере, живы. Карл, дружище. Брат, путешественник. Расслабься, приятель. Ты рушишь все мои внутренние вибрации. О, слушай, извини, старик, что я кайф тела моё. Но мне так хочется задушить эту гадюгу. Кузин твою. Мою кузину? Ты оскорбляешь мою семью? Мой косяк, братан. Просто я реально на нервах сейчас. Мы в странном месте нашли имена в дерьме. Вот мне и добиться успеха, а мне вот этот гараж отдают, который вообще на гараж. Так сделай гараж здесь. Ооо, прекрасная идея, сестричка. А может ты заткнёшься, а? Блин, Карл, ты идиот такой вообще. Всю жизнь хотел получить, нифига ничего не делая. Вот теперь хоть у тебя чё-то есть. Мы тебе поможем. Так ведь? Мы тебя поддержим, СиДжей. Хватит, кончай уже нести ерунду. Вы оба. Ооо, здесь такая энергия обалденная. Да, мне надо найти хороших механиков. Я знаю каких пацанов. Пойдём со мной, дружище. Это клёвые ребята, обещаю. Опять мне с этим дурилой кататься придётся. Слушай, приятель, я знаю парочку клёвых парней вместе работали, пока мафия не скупила весь бизнес в Айсиле. Теперь они пытаются свести концы. Они и за наркоды тупят немного, но для них за таком двигателе дым вообще не помеха. Мы заедем сначала за Джетро. До последнего времени вроде работали в гараже окна. Пасхи. Капец, чё у него с глазами? У него глаза вытащенные вообще, выпученные. Слушай, мужик, как ты повстречал с ними парнями? Я встретил их в 1989-м ещё. Джетро и Дуэйн. Чуваки из GTA Vice City. Они ещё были в GTA Vice City. Я их в GTA Vice City ни разу не видел. Я до туда того места не доходил. Но... Я слышал. О, привет, Джетро. О, запрыгивай, друган. Я тебе работёнку нашёл. О, мистер Правда. Я что, тебе должен? Потому что я клянусь, я потратил за эту траву кучу всего. Да не, мы в расчёте. Джетро, это Карл. И аналогично. Как, сам чё? Давай заскочим в больницу на районе Сальтофлора. Ладно, а ты чё, болен, что ли? Нет, вот правительство, да. Но это, короче, долгая история. Ладно, что будем делать-то? Я открываю гараж в Дуэрте, около пустыря. Монты на тачке, лоудрайдеры и вся фигня. Ты в деле? Утри белые медведи в лесах. Нет, если правильно помню, они засрали лагерёк с выпивкой. Да, это было офигенно. Короче говоря, довольно интересно. Городишко очень даже красивый, я хочу сказать. На Лусантос не очень похож. Здесь своя атмосфера не такая, как Лусантос. Если Лусантос такой оранжевенький такой был, то этот такой серенький, я бы сказал. Это мне нравится. Хоть какое-то разнообразие тут есть. Что мы тут ищем-то? Да ничего. Во, не смотри, прикрой лицо. Думаю о жёлтой уточке. Ты чё, опять под кайфом, что ли? Ладно, я видел достаточно. Пошли попробуем найти Дуэйн. У него фургон с хот-догами. Около конечной станции. Ай, о чём это ты, а? Тебя лучше не знать. Почему? Ты не знаешь, что это штука. Ай, господи. Слушай, Дуэйн, дружище, как бизнес с хот-догами? Это полное дерьмо. А что случилось? Мой друг Карл открывает гараж для краденых тачек. Джетро ты в деле? Да, конечно, это прикольно. У меня тут ещё делишки есть, правда. В общем, дева с искать, я вам подвалю. Гараж находится в гостинице Амфьера. Ой, господи. Не Джетро, Дуэйн зовут его. Зачем в полицейские ехать? В течение крыши, чтобы съехать. Ой, странно это всё. Ладно, достал ты меня всей космической фигнёй. Что-то я реально не понял. Немного. Зачем он смотрел на тот фургон, который уезжал из больницы? И в полицейский участок не переехать. Зачем? Зачем? Зачем ты? Зачем ты? Ладно, ты знаешь, что делать. Сделай вид, что тебя ничего не интересует. Тоже фургон? Зачем он следит? Ладно, поехали. Куда? Есть один спец в электронике, с которым я веду дела. Он известен как Zero. Он мог починить суперкомпьютер даже скрепкой. У него есть свой магазин. Он всегда с охотой помогает другим путешественникам на их пути. Поехали, я тебя ему представлю. Что происходит, мистер Правда? А кто те чуваки-то были? Не лезь в это парень. Слушай, Джатрон, если я скажу тебе, мы никогда не были на луне. Ой, короче, сами читайте, я не должен извлекаться от пути. Мы едем за электроником, да? Минуточку. Так, продолжаем. Блин, тут цвета вообще не такие, как в Лус-Сантосе. Вообще, серьезно, тут мне кажется, поярче немного выглядит. О, отвали, Берклэй. Ты меня преследуешь. О, мистер Правда? Забирайся, я тебе все по дороге расскажу. Карл, это Зеро. Привет. Карл решил открыть гараж за углом. Я сказал ему, что насчет электроники, это к тебе. Да, это только ко мне. Высший класс весь из себя гений, это обо мне. Заглядывай ко мне в магазин, посмотришь, чем я торгую. О, почему бы и нет? Забегу. О, Дуэйн уже здесь. Ладно. Вот здесь надо недельку повозиться, это место будет просто не узнать. Привет, Цезарь. Иди сюда. Как дела? Здорово. Цезарь, Даджет, Рудуэйн и Зеро. Здорово. Тебе здравия, Калинишуниш. Давайте заработаем. Карл, мне кажется, я знаю, как нам заработать. Я не собираюсь поступать в колледж. Да нет, идиот, собственность. Я и в декоре тоже не спец. Да нет, расширение собственности. Покупаешь раздолбайку, типа чинишь ее и продаешь. А еще лучше, если ты превратишь собственность в предприятие. Снежный ком увеличится. Да, не знаю, даже это сложно. Слушай, Карл. Дело пойдет в гору. А когда это случится, мы такие бабки получать будем. Ты хочешь из чего-то достичь, ты должен заставить деньги. Ладно, даже не знаешь, что начать. Мы двое следить за гаражом, а я займусь собственностью. Да, вот она. Это ее парень, да? В общем, вот такая вот интересненькая серия сегодня получилась. На этом, пожалуй, мы закончим. Сула, слайкос, подписывайся, а с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой второй канал и на группу ВКонтакте. Анну, минутку. Алло. Извини, Карл, ты занят? Зеро. О, рад тебя слышать. Катастрофа. Мой арендователь продает магазин. Мне будет негде жить. Не у кого спрятаться будет от Берки. Я ищу недвижимость, чтобы выложить деньги. Может, я разрулю проблему? Да, немножко попозже. Ладно, короче. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok